я вообще с детства его всегда помню что я играла на пианино то есть садилась на маленький стульчик и на большом стульчике я играла по клавиатуре пела все время раньше была программа сейчас это называется школа именем драйва музыкальная школа с интернетом дети жили в этой школе и учились я сама сосы кули и по программе этой школе они к школы каждый год они ездили по регионами отбирали талантливых детей ну вот они приехали отобрали родителям конечно было очень тяжело отпускать мама меня вообще не отпускала я помню как они с отцом все время из-за этого ругались отец меня все равно дал у меня был замечательный преподаватель который до сих пор живу мы уже 83 года семена и сейчас русский талант таланта ну главное это педагог как он тебя научит то есть у меня был такой хороший педагог я имела возможность попасть москву учиться после восьмого класса меня отобрали в училище при институте гнессиных москве и училище при московской консерватории москве но я не поехала и после десятого класса только мне в общем когда я уже была самостоятельным ребенком когда я могла сама ехать я поехала учиться в москву приехав сюда у меня первая цель первое что я тогда подумала я подумала если бы можно было открыть мне свою школу то есть когда я сюда приехала я видела что обучение и как вам сказать у нас говорится так есть школа нет школы школа не как организация до школы как профессионализм и тогда я пришла и подумала что надо поднимать школу тогда не было возможности это делать но мысль это было и вот я впервые начала открывать школу девяносто втором году но в девяносто восьмом году в одну ночь у меня все поменялось я решила открывать ансамбль скрипачей девяносто восьмом году я буквально вот за один день создала ансамбль вечером ночью мне пришла эта идея на следующий день я собрала коллектив и буквально через три дня мы уже пошли на съемки днем и ночью в течение двух-трех дней занимались двух с половиной дней и на третий день мы пришли на съемку два произведения сняли и буквально где-то через неделю передача вышла в эфир говорили о том что есть такой ансамбль ну тогда был без название девяносто девятом году мы стали филармоническим ансамблем совершенно вот то есть мы с утра до вечера с девочками работали а за нас работал бог нам приходят и говорят что вы теперь филармонический ансамбль это мой ансамбль он назывался потом даткаим даткаим в принципе на кыргызской сцене успешно существовал и мы были как бы востребованным коллективом но вот эта мысль меня создание школу никогда не покидала я помню даже будучи руководителем ансамбля когда у меня спроса спрашивали вообще цель из чего вы хотите я всегда говорил я хочу открыть школу я очень люблю вообще преподавание я всегда занималась детьми ну так получалось что не было у меня таких учеников которых бы я в то время то есть это получалось что все время занималась урывками то я позанимаюсь потом аспирантуру уйду то я позанимаюсь в ансамбль уйду и в итоге в общем вот с девяносто восьмого года я уже остановила ансамбль не решила не заняться преподаванием начинала я буквально вот с маленького класса там 5-6 квадратов 9 музыкальной школе и через год через через два года я уже смогла выйти на аренду это я начинала в русском драмтеатре меня всегда помогал мой муж и поэтому сейчас я так автоматически мы мы вообще-то все время все вместе делали все вместе строили 2014 году мы решили тоже это была идея самого начала и вообще хотела сделать школу музыкальную с общеобразовательными занятиями музыкальной школе апдрайва когда училась там музыкальные занятия школы вместе ребенок с утра до вечера находится вот в этой атмосфере в этой среде и процесс он идет гораздо быстрее насыщение чем ежели бы учусь я в одном месте и потом хожу на музыку да и вот мы в этой школе сделали комплекс мы сделали все чтобы ребенок мог полноценно течение дня находиться в школе и развиваться но по всем направлениям то есть у нас сейчас как родители они какие они хотят сейчас детям дать все они хотят чтобы он и бегал и прыгал и танцевал и пел и и в общем все на свете да еще занимался музыкой и знал языки вообще вот но мы решили сделать так пусть родители получат все в комплексе и получилось так что в принципе вот это покрытие бюджета мы повесили на свои плечи это было очень тяжело поэтому мы решили уже так долго не тянуть с этим делом потому что либо должен быть тебя какой-то учредитель со своими финансами все упирается в принципе в деньги сейчас мы ни о чем не жалеем потому что все что не делается я думаю что все что не делается правильно каких-то детей мы в этот период пришли к нам школу которые совершенно случайно пришли у нас одна девочка пришла заниматься английским языком но она у нас такой талант если бы этой школы не было нам никогда и не пришла поэтому мы думаем может быть из школу мы открывали из-за этой девочки даже понимаете мы сейчас пока ничего не знают здесь оставили только музыку значит у нас предметы скрипка специальности скрипка фортепиано комус и гитара есть у нас виолончель флейта эти инструменты не востребованы поэтому на этих специальности у нас дети пока не обучаются что касается преподавателей вот помимо вот этих специальных предметов у нас еще есть предмет сольфеджио обязательной музыкальная литература и заниматься еще те которые допустим на скрипке играют или на комузе они еще дополнительно занимаются на фортепиано по кирпичику по ступенькам шла я набирала детей разного возраста были и трехлетние дети и четырех и пяти и шести но в принципе мы вот мы постарше детей тоже пробовала и брать но сейчас мы это уже остановили потому что та цель к которой мы идем она требует подготовку самого раннего возраста и дети которые у меня вот с тех пор занимаются которые сейчас уже вот по восемь по девять лет занимаются самого маленького возраста где бы я ни была где бы я свое место пребывания не поменяла они вот за мной идут и до сих пор у меня учатся и делают общем то неплохие результаты цель такова чтобы вывести уровень и наш профессиональный уровень на международный уровень и чтобы наши дети могли без всяких проблем поступать в лучшие учебные заведения мира попадать к самым лучшим педагогам и на сегодняшний день в принципе у нас уже как бы вот эта цель она уже начала осуществляться первый раз мы выехали в 2014 году в испании в барселону но мы тогда были участники фестиваля конкурса дети до маленьких семилетних двух девочек я вывезла и они получили 2 3 места то есть мы не безрезультатно приехали мы поехали в прошлом году в бельгию я повезла 4 детей дети отыграли конкурс мы не получили места но мы имели я считаю что мы имели успех в каком смысле мы имели успех потому что практически все преподаватели в один голос отметили детей причем каждого ребенка не так что этот хорошо этот плохо они отметили что они отметили общий уровень общий уровень профессиональной подготовки сказали что очень хорошие дети что и в общем-то каждый преподаватель он захочел с нами сотрудничать это выдающиеся педагоги это педагоги известные во всем мире и в общем они сейчас согласны сотрудничать с нашими детьми вот в ноябре месяце один из них приедет с 12 по 17 ноября будет работать с нашими детьми он профессор в лондон в лондоне королевского колледжа он профессор высшей академии минухинского и он профессор королевской консерватории в бельгии то есть это очень такой человек который просто так с какими-то просто детьми он заниматься не будет в июне месяце приехал александр астровский сын моего преподавателя мы съездили в германии он был в восторге от моих детей и он сказал без проблем то есть даже вообще никакого разговора не будем работать вот он в июне приехал работал с детьми и в общем его как бы то впечатление которое он получил в германии как бы они здесь уже закрепились уже непосредственно работал каждый день с детьми и как он сказал мы с своими детьми говорим на одном языке то есть то есть их уровень подготовки соответствует его требованиям и язык один то есть дети его понимают я думаю что вот именно вот эти мастер-классы и поездка вообще любая поездка пусть это будет конкурс пусть это будет сейчас вот у нас очень большая такая перспектива у наших детей наши дети теперь ежегодно будут выезжать за границу либо с концертами либо они будут ездить на такую подготовку и к нам год будут приезжать дважды преподаватели то есть этих учебных заведений какая у меня мечта то есть работаешь с каждым ребенком ты его любишь прежде всего и ты хочешь чтобы этот ребенок он жизни состоялся то есть я когда занимаюсь ребенком я хочу чтобы этот ребенок состоялся чтобы не просто я работаю и там ну когда-нибудь он бросит нет я работаю так что этот ребенок не бросит что этот ребенок будет играть ну